Вот смотрите, когда у людей спрашиваешь, что они хотят, там машина, квартира, путешествие, да, ну это понятно, это стандартное кастрированное желание, а дальше что? Там еще какая-то банальная хуйня выстрелит, короче, а что это тебе даст? И вот среди многих слов ненужных звучит слово свобода, оно звучит почему-то совсем последним, а что для вас свобода, ведь вы же без ошейников, насыпи вас никто не держит, задумываются, да, про границы вообще молчите, вот серьезно, это глупое оправдание, знаю нескольких людей в Украине, которые это делают вообще беспрепятственно, они просто подняли свою жопу, напряглись, вот, но напомню про видео с медведицей также, где она ходит по кругу, так нас вот тоже ограничивали, сначала пеленали, что мы обосранные, обосранные, не могли ничего сделать, пустышкой нам рот затыкали, потом манежи, да, помните, это первая наша клетка, кто-то скажет там, а я в манеже не сидел, а похуй, ты сейчас в манеже сидишь, потом кроватка детская в виде клетки тоже, детский сад огражденный забором большим, это социализация ребенка, кто-то говорит, ага, и воспитатели, которые пришли поиздеваться над детьми, чтобы хоть над кем-то быть выше, понимаете, потом еще учеба каторга, 10 лет школы, 5 лет институт, работа каторга, семья каторга, и каждый день одно и то же, 7 подъем, метро, трамвай, маршрутка, одни и те же сонные грустные рожи, это идеальная жизнь послушного человека на самом деле, мы рабы, нас воспитывали рабы, чтобы быть рабами, у нас просто другого пути нет, вот так вот, ты должен ходить в садик, ты должен ходить в школу, ты должен получить высшее образование, чтобы потом пойти на работу, чтобы потом нарожать потомство, чтобы тесниться в бабушкиной хрущевке и ждать пенсию, а еще и в кредит влезть, вот, а кому ты должен вообще? Государству, отрабатываясь за то, что тут родился, тут и пригодился, вот, ну лучше, наверное, об этом не напоминать, верно, а то как-то грустно становится, да, а грустно это неприятно, мы же не любим, когда нам неприятно, правильно, поэтому и алкоголь нам уже до 11 продают, а на спецточках и чуть дольше, вообще еще и цены снизят, подождите, да, на алкоголь, напился и забылся, называется, пришел домой, включил телек, на котором огромнейшее количество каналов, просто что годами можно не выходить из дома, а у меня нет телевизора, да, кто-то скажет, ну возьми с полкой пирожок, как говорится, зато у тебя есть интернет, с множеством сайтов, с бесплатными фильмами, сериалами, зато у тебя есть телефон с играми, там вот эти бриллиантики, пью-пью-пью, лопать, да, там по 4, по 3, короче, там угловые, короче, да, новостные каналы у тебя есть, соцсети у тебя есть, это все для того, что ты чувствовал себя, комфортно, ну завтра снова, соответственно, день сурка, вот, ну нет, раз в год можно съездить на море, ладно, или раз в месяц на рыбалку с друзьями, с такими же, нажраться в хламину, обрыгаться, будет за то, что вспомнить и внукам рассказать, а потом кто-то говорит, фу, бред-бредовый, иди лечись, идиот, короче, это мне так вот особо раздраженные пишут, у которых, видимо, все отлично в жизни, что они тратят свое драгоценное время на написание комментариев на моем сайте, даже через форму, представляете, я надеюсь, ты приносишь хоть какую-то пользу, и не сидишь в потной футболке перед компомцем, и залипаешь на бесполезные видюшки, так вот, такие люди невелико в них, понимаете, это их редзнемы, как кто-то скажет, манины шкода, всем не поможешь, вот, а ведь только 4% расчехлятся и пойдут менять свою жизнь, остальные испугаются изменений, останутся дальше существовать, а потом будут жалеть о просранном, аж в самом конце своей никчемной серой жизни, но это уже будет очень поздно, на самом деле, смотрите, кто досмотрел вот до этого момента, я вас поздравляю, у вас мозг еще не атрофирован, и есть шанс на хорошую жизнь, меняйте мышление, переходите на уровень выше, начинайте жить, а не существовать, инструменты и навыки у меня есть, если решитесь, пишите, я помогу, но за большие деньги, все, всем привет.